10-14 октября 2022 года в рамках Первого национального конгресса по когнитивным исследованиям, искусственному интеллекту и нейроинформатике. Прошла 9-я международная конференция по когнитивной науке. Предлагаем вашему вниманию лекцию Татьяны Владимировны Черниговской нейронаука «В поисках смысла. Мозг как семиотическое пространство». Часть 2. В лекции анализируется современный нейрофизиологический подход к изучению высших психических функций человека и дается оценка его фундаментальных ошибок. Показывается, как важна для мульдисциплинарных исследований механизмов работы мозга продуманность и философское обоснование самой постановки вопроса. Поэтому я предлагаю такую оппозицию логизмы против барочных жемчужин и предлагаю, как я это называю, оптику барокко при взгляде на мозг. Опять же, нет времени, поэтому сами прочтете. Барокко – это, у него много трактовок есть, но в том числе трактовка из логики. Это мнемоническое название, которое, вот то, что написано, увидите. Но название переводится в том числе как «причудливый и замысловатый». И вот эти причудливые и замысловатые жемчужины. Они все кривые, как и вообще все это искусство. Оно асимметричное, оно как бы неправильное. Сейчас поймете, надеюсь, что мне удастся это сказать, почему я об этом говорю. Вот видите, здесь все не так, здесь нет симметрии никакой. Все какое-то кривое, косое, но божественное при этом. И в мозгу такое же есть. Если мы посмотрим на электронно-микроскопические, это я шутливо, конечно, говорю, фотографии, то эту барочность мы увидим и там. Юрий Михайлович Лотман говорил, что искусство – это вторая жизнь, и что оно дает возможность человеку пройти той дорогой, по которой никто не ходил, а также пережить непережитое и иметь опыт того, чего не было и, возможно, и не будет никогда. Поэтому мозг – это не устройство, которое перерабатывает поступающую к нему информацию. То есть оно, конечно, и это тоже, но гораздо более важно то, что как искусство создает мир, так и мозг создает мир. Вот когда археологи или культурные антропологи отрывают разные орудия труда и всякие артефакты, мы же понимаем, что никакой мозг сохраниться не мог. Сохранились костные останки, и по ним много чего, в том числе и генетического, можно сделать. Но это как бы вычисление на основе чего-то другого. Так вот, если по этому пути пойти, то мы можем по творениям этих гениев вычислить, что с огромными оговорками, но все-таки попытаться подглядеть, что происходило, когда они это делали. Если мы будем ходить по старым путям, мы будем делать критические ошибки, мы будем продолжать набирать монбланы данных, с которыми будет непонятно, что делать. Нас отличает от соседей именно творчество. То, что мы можем создавать то, причем только силой мысли, даже не руками. То, чего не было. Не дополнительные десятки миллиардов этих нейронов, которые все больше и больше работают, и потому мы лучше, чем другие. Это, конечно, и так все есть. Никто это не отрицает. Но вот эти гиперсети, когнитомы, ну коннектомы, конечно, эти вершины, они не могут быть изучены, как я уже сказала, простой мультипликацией технических характеристик, как самих правил, так и самих единиц, которые характерны для других биологических видов. Да, конечно, жизнь едина на планете. Есть единый генетический ход. Код есть. Я повторяю, похоже, есть какие-то универсальные правила. Совершенно непонятно, откуда они взялись. Но тем не менее, простым умножением ты здесь ничего не получишь. Кристоф Кох писал в свое время. Это я ссылаюсь на последнюю треть доклада профессора Хайтовича. И Кох пишет, ну вы сами видите, что если мы найдем разницу между мышами и людьми, в смысле мозга, а мышей и людей, то вот здесь и выяснится, в чем мы уникальны. И искать, разумеется, нужно в мелких вещах, вот в мелких, в смысле в маленьких, в микро, в том, о чем доклад и был. Посмотрим на это, на все через другую призму. Что видит этот мозг, раз создал этот мир? То есть перевернем обычную научную схему в другую сторону. Вот что здесь? Здесь же это импрессионизм, понятно. А мы знаем, что импрессионисты узнали о том, как человек обрабатывает сложные зрительные образы на много десятилетий раньше, чем об этом узнала наука. Они как-то это унюхали. Это тоже ведь не игрушки. Это, ну, нет возможности об этом говорить, это совершенно другая концепция. Уже не говоря об этой. Потому что можно сказать, что это бесфигурное искусство. А можно сказать, что наоборот, все фигуры мира и все смыслы мира туда плотно загнаны так, что вот то, что мы сейчас видим. Что это не ноль, а наоборот вообще все. Вы же понимаете, что за этим стоят не единички и нули, а концепции. Заметим, что когда Бор с Эйнштейном беседовали, это очень интересно почитать, то звучали такие вещи. Нет, нет, ты не думаешь, ты просто рассуждаешь логично. Привет Фрэнсису Бекону. Ты оставь свои силогизмы. Ты им научился, ну и молодец, вот тебе пятерка. Но не в этом дело. А также они говорили, как много мы знаем, как мало мы понимаем. Поэтому я бы предлагала экзотические шаги делать. Меня давно это интересует. Я даже предлагала это своей сестре, которая литература ведет и профессор тоже Петербургского университета, взяться и заняться анализом детективов. Но не с точки зрения литературы ведения, а вот с этой точки зрения. Вот посмотрите. Пуаро и Мисс Марпл, они ведь действуют другими путями. Это с одной стороны прецедентное право, а с другой стороны, я не знаю, скажем, римское право. Это совершенно другие когнитивные стили, и это другой поиск в памяти. Мне очень нравится эта идея, только я ее не воплотила еще. Ведь Мисс Марпл, она что делает? Она говорит, помню, помню я, в нашей деревне была мэрия, у нее еще такая красная сумочка была. Так вот, что из этого вышло. Понимаете, совершенно другой поиск в памяти не законов, а прецедентов. Почему именно барокко, вы можете сказать? Почему я привязалась к этому барокко? Ведь есть много разных стилей, а вот почему. Еще в конце XIX века знаменитый искусствовек Генрих Вюльфлин вот так развел барокко и предшествующий ему ренессанс. Ничто вам это не напоминает? Лично мне это напоминает то, что я уже давно не люблю, но это ничего не отменяет. Право-полушарное и лево-полушарное мышление. Барокко, смотрите, оно все время движется, оно становящееся, никогда не достигает никакого статуса. Оно многомерное, оно размытое, оно иррациональное, оно вибрирующее, оно голографическое. Вот как определяет Вюльфлин барокко. Вот как раз эти слова здесь и написаны. Я думаю, что человеческий мозг как раз и предназначен для такого ощупывания мира. Он ощупывает пространство и время с изгустками и пустотами. И себя туда как-то размещает, глядя в зеркала, в кавычках и без кавычек, для проверки. И, как говорят умные люди, искусство отвечает на еще не заданные вопросы, задает их мозг, между прочим, а вовсе не жизнь. Опять же, когда будет время у вас, потому что мое время убегает, я советую очень рассмотреть внимательно эту картину. Она и разобрана искусствоведами, вот так, как я здесь пишу. Это очень сложная картина. Понимаете, там ряд зеркал, там основное то, что делает художник, мы не видим. Это почему-то к нам тыльной стороной холста повернуто. Зато это видно в неком зеркале. Ну, в общем, короче говоря, здесь надо почитать. Это то, что мы видим, это то, что мы видим в психотических расстройствах, когда все появляется не оттуда, как бы. В барокко, так же, как и в мозгу, я думаю, нет пустот, все заполнено. И все зависит от того, где находится взгляд. Взгляд в кавычках. То есть вы где находитесь? Внутри картины, сбоку, далеко, близко. Это поля зрения, это центр зрения. И в этом смысле это всегда движение и всегда мимолетность. И как сейчас умные искусствоведы говорят, это очень современный стиль. Он очень противоречив и поливалентным. И его роль явно недооценена, я говорю, не искусствоведом. Я говорю совершенно других позиций. Интересно, что к языку такого типа обратился кинематограф, например, лучший из тех, кто к этому обратился. Это Феллини. И о нем другой очень известный человек Альберто Моравио прямо писал, что Федерико Барочко он его называл. Барокко изменило европейское искусство, а Феллини изменило мировое кино. Главный вклад в мировое кино у Феллини вот какой. Он убрал привычные границы между реальным и реальным. Между тем, что на самом деле, я бы здесь должна была кавычки поставить, и тем, что персонаж видит внутренним зрением, между снами, галлюцинациями, грезами, вдохновениями и реальной жизнью. Вот это все рухнуло у него, и не только у него, а у Бергмана, у Алена Рене, у Тарковского. Но считается, что восемь с половиной, вот 63-го года, как классический фильм, вот на эту тему. Аллегоричность Барокко очень интересна, и он этот стиль разделяет от современным искусством, где главный, ну и, по крайней мере, одним из главных механизмов – это аллегория. Барокко никогда не достигает статус-кво, субъект, то есть мы, скажем, его представление и знания, как и сами объекты знания, принципиально не завершены. То, что я думала вчера, если я честный исследователь, я могу и передумать сегодня, или даже сегодня к вечеру. Как это ни парадоксально, изучить мозг как носитель и создатель смыслов можно, как я думаю, в соединении, может быть, можно убрать слово только, это я не настаиваю, но в соединении средств совсем разных наук. Лингвистика здесь не падчерится, потому что homo sapiens – это homo loquens, это человек говорящий. Язык – это не средство коммуникации, а средство мышления, конечно, и средство коммуникации, но для нас гораздо важнее второе. Языки у нас разные у людей, не только вербальные, с помощью которых я говорю сейчас, но это математика и особые языки разных искусств, надо в них глядеться. А вот если мы посмотрим со стороны нейронауки, то что мы, собственно говоря, тут увидим? Слушайте, какие-то у меня мелькают здесь, вот. Это в мозгу у нас есть определенные сети, в связях мозгу я имею в виду. Это вот так называемая общеизвестная дефолтная сеть, и она чрезвычайно важна, в том числе и в контексте того, о чем вчера говорил Дмитрий Викторович Ушаков. У нас есть что такое, почему оно не… А что случилось? Татьяна Леонидовна, только может быть что-то у вас там презентация сегодня листается, потому что экран… Вроде бы, да, не знаю, в чем дело. Вот, сеть, которая связана с воображением, сеть, которая связана с вниманием, и даже про нее говорят, что она нацелена так, как лазерный пучок света. Это напоминает нам Ивана Петровича Павлова, который говорил о лампочке, так сказать, внимания, которая в мозгу загорается. И, наконец, у нас есть вот такая вот сеть, которая очень важна для переключения между этими сетями. Это функциональные сети, я имею в виду. Ну и что? Вот важно для нас что? Для нас очень важно для состояний, которые связаны с творчеством любого рода, снять когнитивный контроль. Когнитивный контроль портит всю картину. Нужно освободить мозг, пусть он занимается тем, чем он считает нужным заниматься. Для этого есть, как и здесь написано, но целый ряд работ на эту тему есть, их нужно найти. Вот вне такого когнитивного жесткого контроля генерируется свободный поток мыслей, и это, разумеется, играет огромную роль для креативного, как теперь говорят, поведения. Оставьте мозг в покое. Как пишут хорошие исследователи, allow your mind to roam free. Не подвергайте критике логического мышления каждый свой шаг. Это бессмысленное дело. И мы, кстати говоря, если обратиться к работам, которые фиксируют то, что происходит в мозгу у джазовых музыкантов, это именно то, что мы видим. Все божьи отпустили. Итого, нейронаука, как мы вроде бы все согласны уже не первый раз, она стоит перед необходимостью парадигмального скачка. Я не хочу, разумеется, такую глупость сказать, как то, что нам надо остановиться и больше не получать никаких фактов. Разумеется, нет. И данные, которые получаются на животных, бесценны. Но не нужно делать глупый следующий шаг. Сказать, и у нас тоже так, только лучше, быстрее и изящнее. Это не так. Дорога для того, чтобы познать наш собственный интеллект, хотя это не только интеллект, я даже не знаю, как это назвать. Это очень трудная дорога. Надо смотреть не только на ЭГЭ, любых видов сложностей, МРТ, нейронные спайки и так далее. Нужно смотреть черновики, письма, разговоры друг с другом, творцов настоящих. Почему бесценные архивы? Потому что там мы видим, как это шло. Посмотрите, как даже такие гении, как Пушкин, как они правили свои тексты. Все это позволяет нам увидеть, как шла мысль, и это другим способом мы не получим. Никакой самый совершенный прибор нам этого не даст. Не могу не обратиться под конец к Гёте, который писал. И это предостережение нам. Или вот живой предмет желаю изучить, чтобы ясное о нем познание получить. Ученый прежде душу изгоняет, затем предмет на части расчленяет и видит их, да жаль, духовная их связь тем временем исчезла, унеслась. Мы же знаем, что целое больше, чем сумма его частей. Вот как только мы занимаемся тем, что это все расчленяем, вот как Лотман говорил, конечно, можно теленка на стейке разобрать, только обратно не собирается он. Вот я близка к концу. Чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что не звук и не формула, то есть как раз не формула, а какой-то рисунок, я не знаю, образ движения, звук, что-то другое является, хотел сказать, единицей, но это не единица, но чем-то значимым очень в этом когнитивном процессе. И я в этой связи вот хочу, вы, может быть, этого и не знаете, а я узнала из одной из книжек, что гениальный композитор Гея Кончелия, он называл это сложная простота. Вот просто гений и все. Вот как он попал сюда? Сложная простота. А также другой человек, и это знаменитая тоже актриса, Фаня Ордан, у нее есть лозунг для себя, и он звучит так, «Не убегай из-под дождя». Я почитала, что это значит, а она говорит, «Проживи мгновение, живи каждое мгновение, не пропускай его». И не в эсхатологическом смысле, что никакая минута не повторится, а в том смысле, что вот эта мелкая, не мелкая, извините, оговорка, а вот эта вот маленькая, это как бы незаметная, оно может играть решающую роль, оно важно. Поэтому дороги искусства и науки, они стали сходиться не потому, что мода пришла. Мода пришла, но я не про моду, конечно, а на самом деле, потому что это делают, это делают те же люди. Я имею в виду тот же биологический вид. Искусство – это сжатое время, это сжатая мысль. Давайте остановимся и подумаем. Не будем спешить. И мне кажется, что вот сейчас, я добавлю, когда мы в эту ловушку с пандемией попали, и все оказались в том формате существования, в котором мы и сейчас находимся, вдруг оказалось, что чрезвычайно важны какие-то вещи, которые находятся как на периферии зрения и слуха, так и на периферии сознания. Какие-то маленькие вещи. Вот почему мы, собственно, хотим все оказаться в одной и той же комнате? Почему? Вот мы сейчас можем видеть друг друга близко, видеть лица, видеть жесты, от чего-то не хватает. А вот не хватает этого всего, в том числе того, о чем уже сегодня речь была, телесность, Олег Петрович сказал. А как же? Embodiment. Это большое количество конференций этому посвящено. Мы же не глава профессора Доуэля, который лежит в тарелке. Так ведь? А у нас есть тело, и это тело играет огромную роль. Но опять под конец обращаюсь к Фрэнсису Бекону, который сказал, истина – дочь времени, а не авторитета. Подождем. Не будем торопиться. Подождем – увидим. И спасибо вам за понимание. Мы с Шутом смотрим на падающие яблоки с интересом и философски. Спасибо вам, что дослушали. Субтитры сделал DimaTorzok